Нарышкинский сквер Нарышкинский сквер Нарышкинский сквер Нарышкинский сквер Недалеко около Страстного монастыря был особняк, в котором жила Софья Петровна Нарышкина На этом месте, где сейчас находится Нарышкинский сквер, была Синная площадь Здесь были торговые места, было постоянно грязно, было много пьяных В самом центре города была злачная территория Жившей неподалеку Софья Петровна это все надоело Она купила у города этот кусок земли От Страстного монастыря до Петровки И посадила на этом месте сад, разбила сквер И потом подарила этот сквер городу И поэтому его назвали в ее честь Нарышкинским сквером И про саму то, что Софья Петровна нужно сказать, что это была очень колоритная женщина О ней остались очень противоречивые воспоминания Потому что, да, с одной стороны она много сделала для города И была действительно редкая красавица А с другой стороны у нее была такая довольно скандальная слава Например, французский парикмахер, который ходил делать ей прически Вспоминает, что она была женщиной очень жестокая И втыкала булавки в своих служанок И у нее была очень такая скандальная история в ее жизни Потому что в девичестве она Ушакова Когда она вышла замуж за Нарышкина Об этом говорила вся Москва Потому что вообще-то Нарышкин был любовником ее матери То есть такой получился очень сложный любовный треугольник И поэтому у этого места тоже всегда оставался вот такой вот скандальный флер Связанный с ее памятью А чем все-таки привлекал Нарышкинский сквер Гелировского И других людей, которые здесь гуляли в то время? Получается, что это самый центр Москвы И здесь недалеко, собственно, была и квартира Гелировского И дома, где жили многие его знакомые литераторы, художники Врач Кувшинников, у которого он часто бывал И получалось, что это такое очень удобное место для прогулок Зеленое, да, поэтому, собственно, вот он и был так привлекательным А там, где сквер, был большой сад До владения князя Гагарина И внутри того сада был тот дворец Где с 1838 года помещается бывшая Екатеринская больница Это действительно особняк князей Гагарина Удивительное здание, очень красивое Это один из самых длинных портиков в Москве Если мы присмотримся, мы увидим, что здесь 12 колонн ионического ордера Ионический, это значит, сверху две валюты Такие завитки, похожие на рок-барана Очень красивое, действительно, здание Принадлежало князьям Гагаринам Потом здесь был какое-то время английский клуб С 1802 по 1812 годы Потом в 30-е годы здание было выкуплено городом И, да, здесь размещалась Екатерининская больница Это так называемая Новая Екатерининская больница Здесь была больница до 2000-х годов Это была 24-я городская больница Теперь в ней находится мост Гордума После пожара 1812 года его уже восстанавливал Осип Баве Да, как, опять же, и многие другие московские здания Поэтому оно восстановлено Частично сохранилось в прежних объемах Да, частично оно надстроено То есть первоначальный облик изменен Особняк, имевший романтическую историю Ранее он принадлежал капитану Кречетникову У которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин Гелировский писал, что особняк Сухово Кобылина имел романтическую историю Расскажите, пожалуйста, что имел в виду дядь Беляй? История действительно была известна всей Москве И, как, например, это описал литератор Влас Дорошевич Сухово Кобылин, он был фантастически богатым человеком Сидел в ресторане в Париже Пил, вероятно, уже не первую бутылку шампанского И вдруг увидел двух француженок за соседним столиком Одна из них была молодая Невероятно красивая Он подсел, познакомился с ними, заговорил И вот эта невероятно красивая девушка Сказала, что не знает, чем ей заняться в жизни Не может найти предназначение И он ей тут же сказал Поезжайте в Россию В России вы его себе найдете Тут же ей был готов оплатить билет И действительно она к нему приехала в Москву Вот, собственно, этот особняк В 1849 году он купил Она стала с ним жить Как такая вот гражданская жена Стала модисткой Он для нее специально приобрел магазин Которым она владела И такая была очень непростая любовная история Потому что, с одной стороны, судя по его собственным дневникам и воспоминаниям Он был с ней счастлив, она его очень любила С другой стороны У него был роман с госпожой Нарышкиной Который мы с вами уже описывали И Случилось В общем, был такой очень сложный любовный треугольник Который все никак не мог разрешиться И потом он разрешился таким очень роковым Трагическим образом Было найдено тело этой француженки Которую звали Луиза Симон де Манш И в убийстве Обвинили Сухово Кобылина Причем не очень понятно, на самом деле, до сих пор Как он был Был ли он в этом замешан Как он был замешан Потому что, с одной стороны, он действительно оказывался подозреваемым С другой стороны, дело Судебное шло так, что явно просто С очень богатого аристократа вымогали деньги Очень долго шло расследование По итогам Сухово Кобылин тоже стал литератором Написал несколько пьес И самая известная из них, пожалуй, это пьеса Дело, которая как раз Но вообще все его творчество Эта пьеса, прежде всего, они представляют собой Такую сатиру На судопроизводство этого времени На чиновников, взяточников и так далее Если мы посмотрим на это здание более внимательно Мы можем увидеть, что на самом деле Это не сохранившееся историческое здание Это так называемое архитектурное воссоздание Уже начало 2000-х годов А вот здесь мы видим такое большое серое здание Которому этот особняк просто пристроен И на самом деле это действительно такой просто пристроенный бетонный объем Это такая бетонная коробка, на которую Повешен исторический фасад по мотиву Что касается Чиадаева Это, наверное, был самый главный англоман в то время в столице И было бы странно, конечно, его исключить из клуба Впоследствии, когда они вернулись в хаторги Им надо было просто уплатить членские вносы Те же 300 рублей за то, что они какое-то время не посещали клуб И их опять принимали в клуб Ну и, собственно, действительно он был Таким проводником в то время, в конце 19 века Тоже шампанского в столице У него ломится полиция Он говорит, что у меня тут никаких бунтовщиков нет У меня здесь сегодня именины, это мои гости То есть такой очень неоднозначный человек Это было действительно совершенно уникальное место Такая, ну вот, скажем так, точка максимальной свободы По крайней мере из того, что богатый дворянин мог себе позволить в центре Москвы